Не обманешь, не продашь. Эта поговорка знакома владельцам и сотрудникам магазинов. Как же нас пытаются обмануть в супермаркетах? Несколько полезных советов уберегут ваш кошелек и даже ваше здоровье от нежелательных покупок. Сразу хочу предупредить, что не в каждом супермаркете обманывают своих клиентов. Первое правило супермаркетов – внимательно читать надписи на упаковке. Если на упаковку наклеен стикер, который полностью заклеен еще одним, скорее всего, вас хотят обмануть. Конечно же, не исключен вариант, что изменилась цена на продукт, но, возможно, сотрудники магазина искусственно увеличили срок годности продукта. Очень часто на полках оказываются уже просроченные товары. Особенно это касается полуфабрикатов и молочки. Не советовал бы покупать мясную и молочную продукцию, которая имеет длительный срок хранения. Сохранить свойства такого продукта можно только при соблюдении всех условий. Нужно определенное помещение и определенная температура хранения. А где гарантии, что сотрудники супермаркетов придерживаются этих правил? Хороший товар – свежий товар. Не покупайте кулинарию. Во многих супермаркетах есть отдел кулинарии. Обычно есть кухня, которая готовит различные нарезки, салаты и блюда. Я думаю, ни для кого не секрет, что для таких заготовок очень часто используют продукты, которые вот-вот испортятся или еще хуже, срок хранения которых уже истек. Также большой вопрос, как готовят эти продукты. Используют ли чистые ножи? Регулярно ли моют и протирают столы и разделочные доски? Пропавшие продукты могут стать источником множества различных заболеваний. Стафилококи, стрептококи, гонококи, кишечные палочки. Если вы не хотите знакомиться с этими милыми созданиями, то вам стоит избегать посещения кулинарного отдела в супермаркете. Не ведитесь на акции. Супермаркеты любят заманивать своих клиентов с помощью акций. Они даже готовы тратить определенные средства на рекламные буклеты, которые попадают в ваши почтовые ящики или прямо в руки возле входа в метро и просто в людных местах. Огурцы на 20% дешевле. 3 килограмма картофеля по цене 2. Колбаса в 2 раза дешевле. Все это, несомненно, привлекает наше внимание. И мы идем в этот супермаркет, чтобы сэкономить. К товарам, которые продаются по акции, стоит относиться с большой осторожностью. Еще раз внимательно читаем информацию на упаковках, проверяем сроки хранения, даты изготовления и внешний вид продуктов. Не покупайте нарезки. Не советую покупать нарезки колбас и сыров в супермаркетах. Туда, как и в кулинарию, также очень часто попадают просроченные продукты. В нарезку сыра по 500 рублей за килограмм может случайно попасть 50-100 грамм сыра по 100 рублей за килограмм. И заметите, это вы только дома, когда вскроете упаковку и доберетесь до середины нарезки. Обращайте внимание на внешний вид товаров. Хорошенько осмотрите товар. Если на курице есть замороженные подтеки, скорее всего, она была разморожена, а затем ее заморозили снова. Ничего полезного эта процедура не приносит. Прочие. Палки колбасы, особенно копченой, имеют свойство усушки. То есть за определенное время колбаса попросту становится меньше. На стикере может быть указан допустимый процент усушки. Но все равно советую вам взвесить колбасу снова. Это может сэкономить вам пару десятков рублей. Дорогие товары размещают на уровне ваших глаз. Более дешевые? Пониже или повыше? Товары, срок хранения которых подходит к концу, размещены как можно ближе к краю полки. Совершайте покупки по списку. В супермаркетах не просто так размещают важные отделы как можно дальше друг от друга. Ведь по дороге от хлебного отдела к молочке вам на глаза попадется еще множество товаров, которые вам не нужны, но которые супермаркеты с радостью вам продадут. Получив чек, постарайтесь вспомнить цены, указанные на ценниках, и сравнить их с теми, что указаны в чеке. Если они различаются, обратитесь к кассиру. Внимательно следите за количеством пробитых товаров. Три йогурта легко могут превратиться в четыре. Будьте внимательны. Не берите испорченные, битые и мятые продукты. Это может спасти не только ваш кошелек, но и жизнь. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся!